Ну так вот, в связи с тем, что у нас блог, хорошая тема, да? Блоги! Не имею права демонстрировать новое блюдо. Вот мясо перерабатывающая компания Глория. Мы недавно беседовали, но я пришел к выводу, что есть несколько вариантов событий. В связи с тем, что я чуть дольше мясо готовлю, да? То есть я могу мясо делать из любой части тела. Потому что я аккуратно делаю, красиво, и все это дело смотрится изумительно. Что же это такое? Как мы сейчас будем делать все это блюдо? Да никак не будем делать, потому что мясная компания Глория говорит вам, берите все это дело у нас и кушайте. Потому что они это пробовали, а значит пробуйте его. Что касаемо мяса, из чего все это делается? В прошлый раз я вам показывал шашлыки из шейки. Но не только с шейкой богатая, не скота, свиньи же, свинюжье, свинячье, ну, орковское, ну или там все остальное, пиговское, без разницы. Вот. Вы можете есть все подряд. Но есть еще одна тема, весьма интересная, это называется вырезка. Так вот, из вырезки сделано вот это блюдо. Вот, мы его потихонечку сейчас насадим. Хорошие большие куски, без вопросов. То есть я их сажу буквально на одно. Ну, чтобы наш мангал был хороший, три штуки, не больше. Вот. У нас как бы завершенный первый сезон. Первый обрабатывающий сезон, то есть, ну, первый раз мы пропололи все. В связи с этим, естественно, здесь же моя супруга и, естественно, мой сын. Вот мой сын уже идет, чтобы он покушал миску. Но в связи с тем, что мой сын как-то любит мое миску, я, естественно, взял и свое мясо. То есть мы в прошлый раз говорили, а стандартные мясоперерабатывающие компании Глория блюда рассчитаны на, я бы сказал, на четыре шампура. Мои четыре шампура, это то же самое, что шампура большие, как вы прекрасно понимаете. В любом другом месте, где есть шашлыки. Представляете, вот, хорошее, грамотное мясо. В данном случае это вырезка. Вырезка, где располагается и сколько всего вырезки находится. Так вот, вырезки в теле свинячьем, в смысле, свинюжьем, в смысле, в Корковском и всем остальном всего 300 грамм. Не более того, как и где она располагается. Сейчас вы будете понимать, где эта вырезка располагается. Так вот, эта вырезка располагается, ну, как бы вам сказать, если свинюю вот так развернуть, вот так ее развернуть, то получается, вот, под позвоночником такая небольшая часть вырезки. То есть, когда вам будут говорить, что вот Карбанов покупает и говорит, ребят, давайте все-таки не будем по ушам проезжать, да, я хочу вырезку. Она не сильно большая, вот такой кусочек. Всего ничего. Вот. Вы это поймете, она в действительности очень вкусная. Вот. Ну, в связи с тем, что как бы сын прошел тут, ему тоже, я уж из своего меска тоже кое-что сделаю. Вот. Потому что все-таки мы молодцы. Часть работы, вот я сегодня весьма день был интересный. Реально интересный мой день был сегодня. Вот. Я-то думал, что я только одни что-то попробую. Ну, сегодня меня тоже угостили. Тоже мы будем еще одну тему развивать. То есть, шашлыки с бараниной было супер. Просто супер. Ну, как-то вот так будем заниматься. Показывать вам. Что если вы хотите шашлыки, пункт номер один, вы можете пойти в недорогое место, пункт номер два, вы можете купить замечательный шашлык, сами его приготовьте. Ну, вот и все. Как мы сейчас это делаем. Вот. И я вам сейчас объясню ситуацию, да. У нас в городе начинается новая революция. Не надо думать, что революция это какие-то там тараканы, косяки. Вы помните, да? Великая Октябрьская все это дело разворотили. Медицину всю хамы сдали, естественно. Нет. У нас немножко другая революция. То есть она абсолютно спокойная, грамотная революция. То есть и кто главный революционер? Мясоперерабатывающая компания говорит. Потому что, честно говоря, они тоже везде поездили. Ну, так же, как и я. Только они ездили в Европу. Вот. Да. Они ездили в Европу. И так же все объясняют, что, ребят, шашлыки, то есть барбекю используются не только в России. Естественно. Вы что там думаете? Что такое россияне едят свинину и козочку? Нет. Не козочку, не овечки мы едим. То есть весь мир так же есть барбекю. Только у нас мы вот маринуем его на мангалах, они его немножко по-другому делают. не перебежь. Не, не перебежь. Говори. Если что, папа тебе едет. Да, никогда в жизни этого не было. Попорно себе это смотреть не может. Так. Ну, попросили блок. Ну, значит, будет блок. Что в этом сложного? Вау. Ну, ладно, сын. Сын у меня красивый. Разница, да? Между мой и сыном. Говоришь, варионе как-то странно. Хорошо, говоришь правильно. Просто не крипуч. Просто я тебе сейчас объясняю. То, что ты слышишь, это немножко не то. Как бы тебе сказать? У человека есть несколько ух. Понимаешь? А вот то, что ты тебе слышишь, это внутреннее ух. Понимаешь? То же самое, что я себя немножко по-другому ощущаю. Итак, мы все это сделали, да? Как стандартное вещание, то есть, грубо говоря... Спасибо. Нет, я тебя очень сильно люблю. Смотрите, мой сын. Ну, ладно, это уже наша другая тема разговора, правильно? Да, 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 да. Ну, так вот. Та же самая процедура приготовления, те же 24 минуты. То есть, время будет у вас немножко побольше. Сейчас мы быстренько все это дело Раскидаем Давай на велосипеде Потом придешь покушаешь И маму еще позовешь Я сегодня довольно рано встал И тоже занимался Почему мы говорим про революцию Раз у меня сын немножко перебил меня Так вот Люди ездят, люди смотрят Люди понимают события Во всем мире считается Что процедура приготовления пищи Проблема действительно долгая И сколько времени она у вас Забирает Ну И по времени, и по деньгам В принципе мы так же живем Мы конечно не столько много зарабатываем Сколько это делает Америка Конечно не столько много зарабатываем Сколько делает Другие страны Больше страны Европы То есть когда мы говорим о том Кто много денег зарабатывает Давайте поделимся О количестве этих стран Первое Америка Швеция Ну короче Основная часть Европы Все остальное столько денег не зарабатывает Все остальное живет так же как и мы Ну средний уровень заработной платы Под тысячу баксов Не больше Ну да ладно Давайте просто определимся Сколько времени вы можете дома потратить на еду И как вы хорошо все это можете приготовить То есть я тоже готов для дома Тоже шашлык который я вам приготовил Ну грубо говоря Сутки он больше замачивался Минут 20-30 он будет готовить Это просто первая часть Которая будет делаться Еще и вторая и третья часть Естественно Если посудить по времени То удовольствие не дешевое Ну если определиться по времени Приготовления И сколько я денег бы затратил Вот Но будем считать в два раза больше То есть мы берем Килограмм В данном случае у нас шейка моя Мы берем Килограмм вырезки от Местерватки и компании Глория То есть И если все это дело Приплюсовать Ну вы извините Подвиньтесь Но Говори Я тебя понял Я тебя понял То есть Ну грубо говоря Да Ну Плюс приготовление Да Ну поскольку Я обычный человек Да Я в горном одиночестве Это дело Я бы приплюсовал Ту же самую сумму То есть Сумма шашлыка В килограмме У меня бы она вышла Где-то порядка 500 рублей И приготовления В том числе Сумма здешнего шашлыка Это 480 рублей Ну то есть подешевле Понимаете Да То есть вы можете брать Никаких проблем нет Тот же самый шашлык Тот же самый шашлык Если бы его так же Приготовили где-нибудь Вот Ну Он бы обошелся Еще бы дороже В два раза Вот зачем куда-то бежать Когда вам все это дело делается Объясните мне Ну просто мне объясните Вот Сашлыки начали на другом мясе готовится Не на мясе На других углях О Быстренько Как Хорошо Чеснок денег мы тратим да и сколько времени мы тратим ну ладно я как-то отработаю чуть-чуть по-другому в основном как бы все люди которые работают они 6 часов утра ходят домой что в восемь вечера но пока пробки пока туда все сможет или вы каждый вечер приготовить себе что-то подобное осторожно вот я не думаю что вы себе это сможете приготовить физически время такого не будет и революция смысле еды вот мясо перебатывающей компании горе она вам предлагается то же самое как бы вы хотели бы это сделать вы понимаете да я о чем я говорю сколько я потратил это тоже перемножается на что-то правильно то же самое по тем же самым деньгам мясопереработка вот вы ее можете купить в магазинах пока их не так больше много но вы должны понять о чем идет речь сейчас все это дело собирается вот немножко так и вот так вот вот сюда сейчас это с этой стороны колбасанем это вот с этой стороны колбасанем это будет ног шибата я понимаю почему речь идет у нас еще другое место есть поэтому я в это место сейчас положу другую штуку стандартный барбекю стандартное барбекю мы начнем я как раз тоже его приготовил то бишь когда я говорю ну методах подготовки шашлыка пункт номер один по времени чуть чуть дольше занимаюсь естественно вот и карбонат на косточку пожалуйста вот это нас в настоящее барбекю с нашим очаровательным вкусом сейчас подальем 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 посмотрим времечко у нас идет идет все замечательно переплывкаем и сделаем вот так все хорошо теперь разгорачиваем сюда стандартный мангал вы его можете везде купить продается стоит как всегда естественно недорого покупаете готовите супер осталось примерно еще минут 15 немножко те вещи которые покупаете вместо перерабатывающей компании glory пункт номер один но я бы не сказал что только вместо перерабатывающей компании glory потому что вы просто зайдите две точки пока есть настоящие две точки все остальное потихонечку также будет из той же опера вам главное понять насколько это вкусно насколько это вкусно возвращаясь к нашим блогом предпоследний блог смотрите как я поел голубцы смотрели обалденно то бишь что они делают в связи с тем что они могут зайти туда куда я я обычно не захожу потому что полу инклюзивах я как правило просто тушу вот они заходят туда где все это дело готовится так вот все делается также то есть есть такие рестораны где количество людей это не пять штук есть такие настоящие рестораны где количество людей за один заход нормально чем-то серьезный ресторан серьезные качественных стран так вот в этих серьезных и качественных ресторан также готовится пища вот естественно надо понимать что если это серьезный качественный ресторан вы должны понять там ерунду вы не по не покушаете ну просто невозможно это сделать там эта пища также готовится вот но за после того как люди пришли туда они все хотят вкусно поможет и быстро поесть правильно это все дело разогревается вот так же как я вчера ты сделал или позавчера не помню когда но это было супер реальное суперное мясо и вы представляете мы его покушали дома покушали дома и вы даже не представляете что моя супруга очаровалась прямо этим делом понимаете она просто очаровалась насколько это было вкусно отвинтеть я так понимаю что сейчас кто-то будет попробуем я не знаю вот перед тем если вы посмотрите gloria 2 мы здесь кушали другой шашлык опять же возвращаясь к тому что все едят шашлык как вы представляете из всего населения земли будем считать что 7 миллиардов это доблестные христиане и не только естественно идет свининку это даже не сто тридцать пять миллионов человек россиян нет и гораздо больше вот естественно в каждом месте нашей замечательной земли под названием нашей земли есть земля планета под названием земля вот люди это себе готовят и готовят естественно вкусно вот тоже самое но естественно разные блюда там готовится вот вы также можете попробовать так закрытельный заварить так все сейчас туда проверим мало чуть-чуть не торопитесь это уже готово наша шейка подошла 5 минут переклад ноте вот хорошо как я люблю когда я готовлю все это дело потому что я же смотрю вот это так же видите вот поэтому в каждом месте и не только в стороне россии вы можете попробовать барбекю прошлом сезоне мы ели бельгийская даже соусы были сделаны в бельгии понимаете и поэтому аромат был немножко другой не каждый этот может делать не каждый но настоящий человек он тоже начинает понимать что в бельгии делается по такому способу потому что ну как бы вам сказать они не 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 у всех же острота в душе и в теле у меня она есть естественно так вот эти у мы уже готовы сейчас положим сюда сыночка сейчас я позову перекусить естественно какие-то три минутки осталось попрошу вас покушать и можешь могу пригласить вот сейчас чуть-чуть дожарим чуть-чуть еще немножко а хорошо хорошо так завернем так завернем так будет хорошо то бишь то бишь во франции будет немножко другое барбекю в индии будет другое барбекю то есть ребятки не надо говорить что только мы готовы готовим шашлык нет все готовят шашлык на кубе естественно другой барбекю я на кубе также присутствовал посмотрел молодцы ребятки молодцы делают круто не говоря о том что на кубе свинилка просто обалденно реально обалденно а так вот я просто попробую этот шашлык заценю его и вам посоветую вот вот это вот сейчас пробую так немножко доделается чтобы было понятно да с пылу жара это практически матч будет практически матч будет я чуть больше ассараты даю то есть следующий свой заход когда мне заходится что-то покушать я пойду я пойду меня с переливающей горю привез сюда и буду его покупать ну круто круто реально круто конечно есть еще и свой шашлык ну я про сейчас чё сказал она занята поливает ну хорошо она потом подойдет так что ребятки я серьезно скажу что под по цене и по ощущениям да вот такая вырезка если вы ее будете брать там но практически то что я делаю ну практически ну вот сейчас я не буду ничего делать молодцы вот все огонь уже нету огня потому что мы его аккуратненько затушили так что ребятки ну думайте сами думайте сами я вам все в принципе уже достаточно хорошо объясню она она на углях готовится а то вот вот а то а то супер реально супер